Всем привет! Это программа Stories на телеканале Atomicen Business. Меня зовут Анастасия Тарасова. Каждый день наша команда находится в поиске интересных историй для творчества, бизнеса, отдыха и увлечений. И каждую неделю мы делимся с вами своими открытиями. Сегодня в Алматы хмурое дождливое утро, но мы знаем одно замечательное место в городе, где, несмотря на погодные обстоятельства, можно всегда получить заряд крутой энергии – творческой, интеллектуальной и авангардной. Это галерея, где совсем недавно открылась выставка казахстанского художника Шамиля Гулиева – многовекторность из жизни чиновников и художников. Это именно тот момент, когда идешь на выставку, а как будто смотришь в зеркало отечественных реалий. Большую часть своей творческой жизни Шамиль Гулиев работает в графике и живописи. На выставке также представлены и скульптурные работы художника. За плечами у Шамиля огромное количество выставок, в том числе и участие в международной выставке современного казахстанского искусства в Лондоне на аукционе «Кристис». Но я думаю, что самые компетентные комментарии о выставке, о художнике и о его работах, конечно же, дадут искусствоведы. Сегодня у нас в гостях наш герой, куратор выставки – Валерия Ибраева. Валерия, доброе утро. Привет. Благодарю вас за такую раннюю встречу в такую пасмурную погоду. На самом деле, очень хочется о многом поговорить в рамках сегодняшней выставки. Я решила предложить начать с центральной скульптуры этой выставки, скульптуры, которая привлекает большое внимание сейчас аудитории, СМИ, журналистов. Алтын Адам. На самом деле, когда делается выставка, учитывается не только комплекс работ художника, но и учитывается общественная ситуация. Чтобы выставка имела успех, для этого нужно отвечать запросам общества. Для художников, например, это было большим ударом, позор с Венецианской биеннале, когда в последний момент почти было отказано в организации казахстанского павильона. А для общества борьба и недовольство чиновничеством это сейчас достигло определенного накала. Но до этого были мощные движения защитим Кокжай-Ляу, мощное движение требуем реформы МВД. В принципе, ну это, конечно, к сожалению, не все общество, тем не менее, прогрессивная часть общества сейчас постепенно понимает, что такое наш чиновник. Мало того, чиновники меняются в лучшую сторону, надо сказать, но мы остановились пока на худшей, чтобы лучших стало как можно больше. И вот эту работу Шамиль Гулии сделал в 2015 году. То есть, это, так сказать, уходящая натура. Вы считаете? Я очень надеюсь, что это уходящая натура. Ну, посмотрите, у него даже костюм очень старообразный, старомодный, хотя сделан с ювелирной совершенно тщательностью. То есть, это бисер, это бусы. И все вот это вот абсолютно изумительно ювелирная работа прикрывает, между прочим, почти пустоту, потому что там внутри пенопласт. Серьезно? Да. Оказывается, настолько монументальная личность. Вот, оказывается, не столь монументальная, но голова, это тыква, что, собственно говоря, даже и не требует никакого расшифрования. Ну да, тут в описании к работе можно прочитать состав, так сказать, да, и все становится на свои места. Если вот говорить о материалах, с которыми работает Шамиль Гулиев, это не только живопись, не только графика, но еще и вот такая скульптура из каких-то очень интересных материалов. Что вы можете об этом рассказать? А, да, это очень интересный феномен. На самом деле, скульптура из чего возникла? Из того, что было вокруг, да, глина из глины слепил, камень из глины как бы вырезал. Ну, а вот Шамиль, он как бы такой тоже первопытный скульптор, и он тоже работает с тем, что вокруг. Но это не мусор, то есть это не идея ресайтлинга, у него нет идеи, редимей, да, то есть у него есть идея вот собрать все, что вокруг него в городе, и из него что-то делать. Ну, например, что тут можно? Например, я совершенно в восторге вот от этого руна. Вот он сделал такое руно, ну, то есть такое современное кочевничество, да, то есть выделка шкуры, но она, то есть шкура выделана из городской среды, из городского материала. Вот, и в этом есть и ирония своя, и связь какая-то такая совершенно безумная с традицией, которая как бы ушла, но которая как бы существует, но теперь уже вот в таком виде. То, что город город городил, то и имеем, да? Да, да, да. Вот если возвращаться к теме чиновников, я знаю, что очень много также обращают внимание вот, например, на эту работу. То есть здесь вот такой вот есть разговор между этими чиновниками, то есть чиновник как бы превращает, как медальство, превращает все в золото, да, вот, а на лицо он часто, но при этом как бы на лицо он налепляет орнамент, потому что золото он берет себе, а орнамент это как бы золото для бедных, то есть это для всех нас. Несмотря на то, что тут как бы обезличенные портреты, я в комментариях в социальных сетях к статьям читала, как каждый здесь видит того, кого он хочет видеть, высоких чиновников, чиновников поменьше, министров, и в каждом это отзывается. Мы вот перешли в еще один зал галереи Артминкен. Кстати, мне хочется спросить, как алматинцы сейчас относятся к предложению ходить вот в такие камерные галереи, нежели в большой музей? Должно быть много галереи, должно быть много музеев, и очень хорошо, что у наших, у горожан есть выбор, то есть они уже примерно себе представляют, кто, какого направления придерживается, и можно сравнивать, можно интересоваться различными идеями. Ну нет ли такого стереотипа, вот в музей Костеева я пойду, а вот в маленькую частную галерею, которая там на первом этаже жилого дома, как бы не очень? То, что у нас появилось культурное разнообразие, по-моему, это совершенно замечательно, и оно требует дальнейшего развития, расширения. Ну а что касается художников, то есть он себя не исключает из ситуации многовекторности чиновников, то есть они способны руководить либо музеем, либо мясокомбинатом, неважно, очень часто. И Шамиль тоже намекает, и больше я, наверное, все-таки как куратор, что и художники зачастую способны на, мягко говоря, компромисс. То есть на самом деле чиновник, когда велит сделать орнаментальные скамейки и урны, он дает этот заказ, собственно говоря, художник. Ну, собственно говоря, как бы у Шамиля еще эта идея, почему мы начали работу, собственно говоря, с вот этих вот галифе и сапог, и называется она «Красно-революционные шаровары», это из фильма «Белое солнце пустыни», по-моему. Вот. Собственно, ноги растут из советского времени, когда чиновник – это такая незыбливость, это вот как бы пример такого бездушности, абсолютного игнорирования любых человеческих нужд, то есть это нечто нечеловеческое. И вот отсюда, собственно говоря, растут ноги вот к тому самому «Алтенадаму». Вот эту работу я очень люблю. Здесь художник очень хорошо играет вот с орнаментальным принципом, с негативно-позитивным принципом казахского ковра, да, где непонятно, где фон, а где узор. Вот. То есть сначала вы видите вот этот ряд, да, и потом понимаете, что это аксакалы сидят в шапках, да. Потом вы понимаете, что вот это тоже аксакалы с пивными, то есть они сидят, ну, у костра, у вас тархана. Это такая вот очень загадочная вещь, а на первый взгляд это просто такая абстракция, да, с элементами орнамента. Очень люблю эту работу, и вот она называется «Тайная вечеря». В финале нашей встречи я, наверное, хотела вернуться вот к той теме, которую вы сами затронули в начале нашей беседы – участие казахстанских художников в Венецианском биеннале. Вся эта история, скандал, последствия, обсуждения. Что как бы изменили? Что-то изменилось вот в среде, между самими художниками, какое-то объединение или разобщение? Ну, насчет объединения художников я считаю, что это миф такой, который невозможен на самом деле. Художник по природе своей, индивидуалист, вот, он может объединиться для какой-то выставки, могут объединиться, прийти, свою работу поставить или приколоть, но, то есть, такого я в это не верю. Вот. То, когда просят, например, подписать под каким-то письмом, которое для всех важно и затрагивает интересы всех, это может объединить. Но чтобы художники толпой там куда-то побежали. В принципе, ведь это не первая заявка Министерства культуры на участие в Венецианской биеннале. Это четвертая заявка. Вот. И я помню, что я каждые два года писала ядовитые сообщения о том, что опять, как бы, наш Минкульт подал заявку и опять ничего не сделал. Так что, я думаю, что это еще один шаг к созреванию, к тому, чтобы Минкульт все-таки созрел, что надо участвовать. При том, что Венецианская биеннале – это единственная мировая выставка, участие, в которой можно купить. Вот. Во всех остальных биеннале работы отбирают куратор, и купить ее невозможно. Поэтому у меня, в общем-то, двойственное, на самом деле, отношение. Очень много ругают Венецианскую биеннале именно за национальные павильоны, именно за вот эту вот имперскость, разбивку художников по павильонам. И очень мало, на самом деле, кто ходит в национальные павильоны, а все ходят в основной проект, который отбирает, опять же, куратор. Вот. Но, тем не менее, Министерство культуры и нашему государству участвовать, пока это можно купить, гораздо полезнее, чем делать какие-то бессмысленные имиджевые проекты. Спасибо вам большое за такие квалифицированные комментарии и по выставке, и по этой истории, потому что ты вроде как бы следишь за тем, что происходит, но порой достаточно поверхностно и не можешь разобраться, что к чему. Ну, тут единого мнения не существует, потому что, на самом деле, их много, и это как культурное пространство. Их тоже должно быть много. Спасибо вам большое. Возможно, среди посетителей выставки были как раз те, кто является главным героем этой экспозиции. Хотя работников госаппарата на выставке современного искусства встретишь пока не часто. И, возможно, сюда еще заглянут сотрудники местного или городского акимата, равно как и любители современного казахстанского искусства. С вами была программа Stories Анастасия Тарасова. Увидимся на следующей неделе на телеканале Атамикен Бизнес. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!